Телевизионное епархиальное обозрение Жизнь Одесской епархии на прошлой неделе, как всегда, была наполнена важными событиями, а часть из них показавшейся нам наиболее интересной в сегодняшнем выпуске, а именно вы увидите. Укрепляется в людях истинная вера, появляются на Одесской земле новые храмы. Чин освящения закладки храма в селе Выгода совершил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Владыка митрополит Агафангел с 16 по 19 октября с верхипасторским визитом посетил храмы Бессарабии. Более недели под стенами Свято-Иверского мужского монастыря проходила международная ярмарка, традиционно проводимая в преддверии главного монастырского праздника – Дня Иверской иконы Божией Матери. В нашем Отечестве есть множество удивительных храмов, где мы ощущаем особую благодать Божию и можем помолиться, взирая на храмовое благолепие. Строительство православных храмов в наши дни в Одесской епархии активно развивается. Так митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 22 октября, посетив с архиерейским визитом село Выгоду Беляевского района Одесской области, совершил чин освящения закладки храма в честь святой мученицы Татьяны. Каждому христианину, который посвятил себя служению Богу, прилично освящает все благие свои начинания призыванием помощи Божией и благословения, так как ащи не Господь созиждит дом, всует Рудиша созиждущие. Тем более надлежит призывать имя Божие и Его благодатную помощь при основании Божьего дома – храма, где будет воздвигнут престол Небесного Царя. В период гонений, когда враг рода человеческого Ярова стал на святых последователей Господа, христиане не имели возможности служить торжественно при огромном количестве народа в величественных храмах, а потому проводили богослужения в катакомбных церквях на гробах мучеников, мощи которых освящали места молитвенных собраний христиан. Вспоминая именно эти события, святая церковь установила чин закладки храма для того, чтобы освятить место, на котором впоследствии будет возвышаться дом Божий. Этот чин очень символичен, так как во время него совершается закладка камня, в котором помещается частица мощей мученика. Этот главный камень, формирующий угол фундамента храма, напоминает нам краеугольный камень, которого иудеи отвергли и не увидели всем фундаментальным камнем Господа, пришедшего спасти людей. Такое освящение по четвертому правилу Вселенского Собора должен совершать архиерей. И вот 22 октября в селе Выгода встретили дорогого владыку митрополита Агафангела. Его архиерейский визит состоялся с целью освящения места под строительство храма в честь мученицы Татьяны. Радостным историческим событием запечатлилась закладка храма в духовной жизни сельчан. Храм совсем скоро будет украшать село Выгоду. Он будет являться для его жителей кораблем, который по образу ковчега Ноя сохраняет от волнующих, сильных бушующих волн житейских и направляет к тихой, надежной пристани Царства Небесного. Сегодня произошло такое событие чудесное. Закладка капсулы, приезд Агафангела, митрополита Одесского-Измаильского. Я очень буду молиться Господу Богу для того, чтобы у нас был построен и основан храм великомученицы Татьяны. Буду призывать всех, чтобы пожертвовали на этот храм, потому что для такого большого села храм должен быть. Мы должны получить Божью благодать, должны благодарить Господа Бога нашего, нашего протерея Вадима, матушку Ирину. За все мы очень им благодарны. По завершении богослужения владыка митрополит сердечно поздравила всех с радостным историческим событием и благословила священное место, на котором будут возноситься молитвы о нашей стране. По прекращении междоусобиц и брании между людьми, чтобы брат не восставал на брата. Храмы все добыли, остаются духовными, врачебницами, местом встречи людей с Богом друг к другу, местом, куда люди приходят за благословением, отложив житейские помещения, в скорбях и испытаниях приходят для того, чтобы получить здесь Божие благословения, добрый совет, принять в счастье Божественные другие, совершить молитву о болящих, немощных, о близких и родных, о плавающих, путешествующих, о вождях и воинах в жизнь свою, на опоре брани положивших. И храм – это место, которое освящает село Мород, там, где проживают люди, собираясь вместе, они благодарят Бога за Его великие богатые милости, за скорби, которые посылает Господь нам для нашего исправления, для испытания верливой и за радости в нашей человеческой жизни. Также владыка-метрополит в обращении к народу подчеркнул особые труды отца-настоятеля, протеерея Вадима Рудова, усилиями которого была создана православная община, в которой родилась добрая идея строительства храма. Мы к этой дате шли более 20 лет, даже больше. Это место очень долго мы пытались, чтобы здесь мы могли лечить и душу, и тело. У нас рядом, тут вот больница. И мы с Божьей помощью, с владыкной молитвой, мы с Божьей помощью и председатель сельского совета дали нам эту землю. И вот мы сегодня сделали первый заклад, это историческое событие, где владыка сам своей рукой благословил это место. Значит, это будет доброе, хорошее начало. И этот храм, который здесь будет дальнейше построен, он будет здесь объединять молодое поколение. Самое главное, что в этом участии принимали молодые люди. Это корабль спасения, который несет и душу, и тело к самому главному добру, радости и любви. Митрополит Одесский измаильский Агафангел общими усилиями народа Божьего своей первосвятительской рукой зажег еще одну духовную лампаду в нашей епархии – храм святой мученицы Татьяны. Этот духовный маяк станет объединяющим для каждого из жителей Выгоды. Эта связь будет неразрывной со всей полнотой истинной православной церкви. 22 октября стала радостной исторической датой не только для села Выгода. В тот же день владыка-митрополит посетил множество храмов Беляевского благочиния. В Беляевке, в селе Мирное, в селах маяки и Великий Дальник владыка осмотрел строящиеся храмы. С 16 по 19 октября Высокое преосвящение Шиагофангел митрополит Одесский и Измаильский с архипастерским визитом посетил храмы и монастыри Татарбунарского и Саратского районов Одесской области, где совершил богослужения и посетил приходы Одесской епархии. Посещение Бессарабии архиереям уже стало традиционным, и многие верующие уже с нетерпением ждали приезда владыки. Гостеприимство всегда было характерно людям, проживающим на нашей земле. Принять странника считалось святым делом, а хлебосольно встретить знакомого человека не выходит из традиции людей. Но более всего почитался прием духовных лиц. Они сразу же собирали вокруг себя множество народа и все с большой любовью угощали дорогого гостя, пытаясь показать свое особое радушие. Храня в сердце такие добрые и человеколюбивые традиции, с необычной торжественностью в Бессарабском крае приняли высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. Визит владыки начался с посещения Свято-Успенского храма города Татарбунары. Эта церковь является одной из немногих в Бессарабии, которая ни разу не приостанавливала свою деятельность, даже в самые страшные годы безбожной власти. 16 октября 2015 года митрополит Агафангел совершил в этой церкви божественную литургию, за которой все желающие смогли воссоединиться в молитве с архипастырем. После богослужения владыка направился на освящение новопостроенного Свято-Покровского храма поселка городского типа Сарата. 17 октября 2015 года митрополит Агафангел совершил божественную литургию в этом храме. После богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел посетил храмы Саратского и Татарбунарского благочиния. Накануне празднования 110-летия основания Борисовского Женского Спасопреображенского монастыря, 18 октября Высокопреосвященнейший Агафангел совершил всеночное бдение, а в сам день праздника 19 октября возглавил божественную литургию, в котором приняло участие духовенство Татарбунарского, Саратского и Арцистского благочиней. После службы был совершен крестный ход, в котором приняло участие множество народа. Утром 19 октября 2015 года митрополит совершил освящение престола и божественную литургию в свято-архангеломихайловском храме села Глубокое. После богослужения в селе Глубоком митрополит Агафангел направился в село Кулевчу Саратского района, где вечером 19 октября осветил несколько часовен. Визит архиерея в любую точку своей епархии всегда праздник для верующих. Приезд владыки можно сравнить с возвращением хорошего пастуха к своим смиренным овцам. Все они будут рады и возвышены духом. Так и приезд архипастыря располагает людей к молитве и побуждает каждого жить по закону любви. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре 18 октября началась ярмарка. Для участия в ней в Одессу со всех концов Украины съехались представители православных мужских и женских монастырей, приходов из других епархий Украинской православной церкви и просто народные умельцы. Православная выставка-ярмарка на территории Иверского монастыря проходит уже не первый год и каждый раз собирают все больше желающих приобрести духовную литературу, церковную утварь, иконы, изделия из серебра, керамику и многое другое. Представители из разных епархий и из зарубежья собрались в Одессе, чтобы представить свою качественную, уникальную продукцию. Мы владыки нашему митрополиту Одесскому Измаильскому Агафангелу, который является настоятелем нашего монастыря, очень благодарны за то, что он преподал нам такое благословение на ежегодной ярмарке, потому что это в первую очередь, наверное, уникальная возможность встретиться верующим одесситам, пообщаться, обменяться впечатлениями, новостями, чем-то хорошим и добрым. Это возможность совершить такое маленькое путешествие, не выезжая из Одессы. Таким образом расширяется у людей кругозор, появляется чувство общности, сплоченности, радости, общения, укрепления в вере, в благочестии. Поэтому каждый раз, когда ярмарка съезжается, собирается у наших монастырьских ворот, это всегда праздник. Эти выставки, здесь люди приходящие, смотрящие и даже случайно заходящие, они постепенно-постепенно воцерковляются, понимают важность духовной жизни, понимают, что это должна быть основа. Все остальное, временное, земное, оно все-таки второстепенно, и оно на этом зиждется. И оно может иметь успех и твердое все-таки тогда, когда оно на такой хорошей духовной базе, правильной. Посвящение выставки, оно помогает человеку не только возродиться телесно и духовно, особенно духовно. Потому что каждый раз человек прикладывается к святыне, когда он приходит, он встает на ступеньку чуть выше. Керамика, церковная литература, диски, продукты монастырской аптеки – далеко не полный список того, что представили на выставке послушники разных монастырей со всей Украины. Ассортимент изделий обширный. Те, кто посетил Свято-Иверский монастырь, приобрели для себя что-нибудь полезное, одновременно таким образом сделав пожертвования на храм или монастырь. В первую очередь, она важна для нас тем, что мы строим храм, у нас строится храм, мы собираем пожертвования и представляем разную церковную утварь вот такую. Кресты вот у нас разные есть, браслеты с молитвой, ложечки сувенирные, ладан. Ладан используется на знание всякой нечистой силы. Люди используют как в домашних условиях, так же и священникам жертвуют, и о здравии, и покаянии такие жертвы дают. Иконочки разные, лампадная масочка, подсвечники. Масла есть освященные, есть иерусалимские, есть и афонские маслука у нас. Монастырь с Божьей помощью, конечно, в последние лет шесть уже делает мази, настойки, бальзамы, масла с собственного производства. То есть сейчас довольно-таки редкость. И у нас очень много отзывов, у нас и заказывают по почте, и с Божьей помощью много очень довольных. И даже в случаях, когда медицина желает, так сказать, официально, не всегда справляется. Ну, с Божьей помощью и по молитвам, и наших тоже, и батюшки, и матушки, и нашего старца, могилочка у нас на территории, и, конечно, покрова Божьей Матери на чудотворной иконе в монастыре. Ну, слава Богу, у нас с Божьей помощью получается. Отметим, также на выставку-ярмарку съехались народные умельцы из разных городов Украины. Например, Владимир из Львовской области уже не первый год удивляет одесситов и гостей города уникальными предметами из черной дымленой керамики. Продавая людям плоды своих трудов, Владимир с удовольствием рассказывает о своих творениях. Чернодымленная керамика, глина, которая в себе не местит, залеза, химия и фарба. Она полностью пропитана под час выпалки, активована богилем. В чем заключается в себе секрет? Секрет в том, что под час выпалки она выпаливается в 12 год, температура до 1000, в сутки выстегается. Палемо только сугубо боковым деревянным могилем, который дает температуру. Сумыш, которая творится в середине, сыроватый в себе втягивает. Она становится черной. Также на ярмарке представлены широкий выбор меда, где каждый посетитель смог найти продукт на свой вкус. В нас очень здоровая пасека, поэтому вы видите на прилавке разные сорты меда. Мы привезли пыльцу, она разных сортов. Вот видите, она разных кольоринок. Мы привезли прополис, меди, кусковые меди. Просто некоторые люди не знают, что меди обязаны кристаллизоваться. А у нас вот такой прекраснейший кусковый мед. Важно отметить, ярмарка прошла в преддверии главного монастырского праздника – Дня Иверской иконы Божией Матери, который православные верующие празднуют 26 октября. Преподобный Авросий Оптинский – это человек, чье слово возвращало радость в души отчаянных, сокрушало сердца грешников, поражало глубиной даже великих философов. А молитва оказывала мгновенное действие. 23 октября Святая Церковь чтит его память. Оптина Пустыня с давних времен прославилась многочисленным сонмом подвижников христианского благочестия, которых православная церковь прославила в лике преподобных, то есть уподобившихся Христу в своей жизни. Среди них особым образом выделяется Амбросий Оптинский. Он был человеком высокого ума и вместе с тем глубоким аскетом. Еще в молодости, учась в семинарии, из-за продолжительной болезни он дал обид стать монахом, который впоследствии и исполнил. В Оптиной пустыне Александр Гринков, так звали старца в миру, принял монашеский постриг с именем Амбросий в честь святителя Амбросия Медиаланского. И, проведя много лет в молитвенном созерцании, особым способе познания Бога и мира, как и его небесный покровитель, получил от Бога особый дар — видение человеческих сердец, сокровенных мыслей и желаний, знания будущего и прошлого. Все то, что не может быть постигнуто ограниченным человеческим разумом. Этот дар в наше время принято называть прозорливостью, а еще в Ветхом Завете его называли даром пророчества. Естественно, что такой человек не мог не привлечь внимание окружающих. И вот к иеромонаху Амбросию стал стекаться народ. Но люди шли к прозорливцу не для того, чтобы увидеть чудо, как какое-то представление, подобное тем, что устраивает магии колдуны. Они шли к нему с одной целью — узнать волю Божию. И в такие моменты этот благодатный человек приоткрывал завесу духовного мира особо нуждающимся в этом. Впрочем, делал он это нечасто, потому что не хотел приобретать славу среди народа по своему неподдельному монашескому смирению. «Я прославлю прославляющих меня», — сказал сам Господь в Священном Писании о вернослужащих ему. И вот эти слова сбылись и в жизни оптинского иеромонаха Амбросия. Его посещал не только простой люд, но даже великие писатели и мыслители. И на всех их он производил особое впечатление. Старец всегда был неиссякаемым источником веры, любви к ближним, радости и доброты. Всегда, даже в период тяжелой болезни. Иван Васильевич Киреевский, знаменитый русский философ, отзывался о старце как о человеке необычайного ума и духовного совершенства. Помимо духовного окормления паствы, преподобный Амбросий занимался еще и переводом книг, творений святых отцов. В этом ему помогало доскональное знание пяти языков. Память и почитание преподобного Амбросия Оптинского ставят его наряду с такими святыми, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский. Так сбываются слова пророка и царя Давида. Праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру, на Ливане. Память апостола Фомы, одного из двенадцати апостолов, празднуется церковью 19 октября. Апостола Фому называют апостолом веры в память о его сомнениях при встрече с воскресшим Господом Иисусом Христом и обретенной вере. И в сегодняшнем мире без верия его пример как никогда актуален. Церковь, как верная хранительница священного описания и предания, сообщает нам, что апостол Фома был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышал благовестие об Иисусе Христе, Фома оставил все и последовал за ним. Евангелие представляет пред нами Фому, преданного своему любимому учителю. И как можем посметь мы назвать апостол неверующим? Ведь он готов жизнь свою положить за Господа. Когда Спаситель хотел идти в Вифанию к умершему Лазарю, ученики отговаривают его, говоря, «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Но здесь раздается твердый, исполненный храбрости голос апостола Фомы, «Пойдем, и мы умрем с ним». Эти слова — суть образ подлинного ученика, готового следовать за учителем всю свою жизнь. Так апостол Фома в числе двенадцати учеников служил Сыну Божьему во время всей его земной жизни. И когда Христос воскрес, он неоднократно являлся своим ученикам и, показывая свои руки и ноги, давал каждому из них истинное свидетельство и доказательство своего воскресения. Но апостол Фома, который не присутствовал ни при одном из таких явлений, проявил некое сомнение, сказав на слова учеников о том, что они видели Господа. «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра, то не поверю». И вот на восьмой день после своего воскресения Господь явился ученикам, собравшимся в Сионской горнице на молитву. Двери были заперты. Иисус Христос вошел к апостолам при закрытых дверях, и сказанные им в Фоме слова «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои». До глубины души потросли сомневающегося ученика, и он воскликнул «Господь мой и Бог мой». Тогда Христос, устремляя мысли свою к будущему, и имея в виду всех тех, кто, по примеру о Фоме, будет сомневаться и отвергать подлинные свидетельства апостолов, сказал Фоме, «Ты поверил, потому что увидел меня, но блажены не видевшие и уверовавшие». Нами сейчас порой хочется услышать отчетливый ответ на нашу молитву, увидеть особое присутствие Бога в мире. Мы и наблюдаем за проявлениями промысла Божия в мире через рассматривание природы, этого естественного откровения Божьего. Но весьма часто люди говорят, «У меня нет веры», имея в виду примерно то, что у них нет радостного переживания присутствия Божьего. И тогда забываемый пример веры апостола Фомы. Бездуманно употребив народную поговорку, мы дерзко называем его неверующим. Забываем, что после того, как святой апостол, увидев Христа, воскликнул «Господь мой и Бог мой», он отправился к диким барварским народам, обитателям Индии и Персии. Забываем его мученическую кончину за имя Христова, когда люди, не принявшие проповедь о Божественном Логосе, пронзили тело апостола Фомы пятью копьями. Забываем также многочисленные чудеса исцелений, исходящие от его святых мощей. Пример апостола Фомы показывает, что там, где человек совершает выбор быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с Его учениками, даже если никакой уверенности нет, Христос Сам приходит, чтобы дать человеку эту самую веру. Фома зовет и нас коснуться Спасителя своими собственными перстами, не остаться вне брачного чертога Христова, ибо Христос любит ищущих, требовательных слушателей, подлинных учеников, слушающих Божественные словеса и всячески их исполняя в своей жизни. Господь хочет, чтобы мы были живыми, истинными, старательными и трудолюбивыми, и блаженство таких людей особенно велико, когда они решают веровать, не видев. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин